Сонечка, Соня, доброе утро. Чем порадуешься сегодня? Прекрасные виды какие-то мы уже готовы показать зрителям канала Енисей. Мы продолжаем наше путешествие вблизи Красноярска и на этот раз мы на квадроцикле, на необычном. Я вот в Балаклаве, у меня растерлась вся косметика, но потому что просто ветер бьет в лицо. Кирилл, расскажите, пожалуйста, что это за чудо техники такое? Зачем ему нужны такие необычные колеса, если их так можно назвать? Это обычный квадроцикл, только ставится зимой на гусеничный комплект. То есть вместо колеса снимаются, ставятся вот четыре такие гусеницы на каждое колесо. И это дает возможность квадроциклу передвигаться зимой по снегу. То есть и по мелкому, и по глубокому. То есть где квадроцикл обычно и застрянет, то есть на гусеницах он может из-за этого ехать. Мы сейчас-то проверили, прокатились по горочкам, при горках. Это, я хочу сказать, единственный-единственный такой квадроцикл. Расскажите, вот есть у нас снегоход, есть квадроцикл. Вот чем, как понять, на чем лучше провести время покататься? В чем разница? Да, я понял, в чем разница. Тут индивидуально для каждого. Квадроцикл, он более устойчивый в технике. То есть вы, как на танке, на маленьком, едете на нем. То есть он едет устойчиво. Снегоход, он более валкий. То есть надо снегоходом еще уметь пользоваться. То есть с него потом можно упасть где-то на бок. Чтобы на квадрике на бок упасть, это, ну, надо, конечно, постараться. Но тоже можно. Но он все-таки более устойчивый. Ну и техника разная. То есть он такой, как более проходимый такой. А снегоход, ну, там, чуть по маневрению, да, будет. По лесу, к примеру. Что на этом, по лесу неудобно будет передвигаться сквозь там деревья и тому подобное. Ага. А по управлению тоже сложнее, чем на машине? Ну да, намного посложнее. Потому что, ну, когда по снегу едешь, в принципе, не сильно замечаешь. Когда привыкаешь к нему, там, через 10 минут уже не замечаешь сильно различия. У меня уже замерзла нога и, кажется, в ботинок попал снег. Поэтому предлагаю ехать дальше в теплый домик. Передаю слово студии. Ребята, расскажите, пожалуйста, как у вас там тепло с ограниченной этой мыслью. Надеюсь, у меня сильно размазалась тушь. Прошу прощения за это, но здесь, потому что жесткие условия уже. Зато очень классно и весело. Всем рекомендую отдыхайте, путешествуйте. В том числе и недалеко от города. Поехали. Девочки всегда остаются девочками. О чем беспокоиться, что тушь немножечко потекла? Сонечка, милая, приезжай скорее к нам, будем тебя согревать горячим чаем.